Магадан Магадан Баков Монтируем основание И дальше зашиваем все металло сайдингом Эти работы сегодня вроде закончим мы это все дело И поедем на следующий объект на Королева 21 По словам специалистов комбината зеленого хозяйства, на сегодняшний день ими установлено уже 22 контейнерных площадки, еще столько же согласно плану будет сделано до конца ноября. Помимо этого специалисты КЗХ занимаются сносом некапитальных строений, озеленительными работами, ремонтом лестниц и тротуарной плитки, а также наведением санитарно-эстетического порядка на территории муниципального образования город Магадан. Хорошая осенняя погода позволяет специалистам КЗХ выполнять все работы по благоустройству не только в областном центре, но и в отдаленных районах. Так рабочие продолжают облагораживать территорию около новой школы в микрорайоне Снежный. Сейчас в работах задействовано 5 человек, которые активно занимаются посадкой различных растений. Во дворе долгожданной школы ольха, береза, лиственница будет радовать жителей микрорайона в новом палисаднике. Днем ранее перед посадкой сотрудники КЗХ подготовили грунт, сделали лунки и выложили подушку по специальной технологии. Почему же именно осенью высаживают растения, вечернему Магадану рассказал один из рабочих комбината зеленого хозяйства. Они наоборот ложатся в спячку, то есть их в это время, их весной и осенью копают, летом их нельзя копать. То есть они сейчас уже в спячке все, их можно пересаживать спокойно, не бояться, что они потом не приживутся. То есть по весне все приживется, скорее всего 100%. В этом году в микрорайоне Снежный большие перемены и только в лучшую сторону. Самым масштабным изменением это, конечно, строительство новой школы детского сада, которое велось в рамках реализации национального проекта образования. Также на улице Майской уже проведен капитальный ремонт почти тысячи метров дороги, которая в свою очередь уже проводилась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Колымском поселке совершено двойное убийство матери и сына. Предполагаемый убийца был найден спустя несколько дней благодаря совместной работе следователей, следователей-криминалистов Следственного комитета по Магаданской области и сотрудников уголовного розыска регионального ОМВД. Следственными органами СОСК России в Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц». 7 сентября текущего года у себя по месту жительства в квартире жилого дома на улице Мацкевича поселка Дебин Ягодинского городского округа обнаружены тела 66-летней женщины и ее 44-летнего сына с явными признаками насильственной смерти в виде множественных кого-то резаных ран. Для организации раскрытия и расследования данного преступления на место происшествия выезжали руководители отдела криминалистики следственного управления, а также сотрудники Управления уголовного розыска ОМВД России по Магаданской области. Оперативниками в кратчайшие сроки был обнаружен предполагаемый убийца. Им оказался 33-летний житель поселка Дебин, который сразу же был задержан по подозрению в совершении данного преступления. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Сам подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается. Сейчас активно ведется большая работа по формированию морского фасада города Магадана. Совместно с правительством региона благоустраивается линия берега укрепления, возводится продолжение парка «Маяк» и строится пирс. Также в ближайшее время специалисты займутся фасадом по улице Портовая 38. Когда мы смотрим на эту сторону, то, конечно, еще есть воспоминания о тех временах, 30-х годах, когда здесь это все каким-то стихийным образом размножалось и что-то существует еще до сегодняшнего дня. В моей предвыборной программе в 2015 году было снести каменные карьеры, забыть об этом месте. И когда мы начинали, было 96 объектов. На сегодняшний день их осталось всего 14. Самое главное, что некоторые действия, которые мы предпринимали вместе с управлением по делам ГО и ЧС, управлением административно-технического контроля, они напоминали вообще даже какие-то спасательные операции, потому что люди жили в невыносимых условиях. Здесь нет ни тепла, нет ни воды, ни канализации. И в некоторых домах даже не было подключения электроэнергии. Городоначальник также рассказал, что жители тех домов, которые попадали под снос, переселялись в комфортные помещения для проживания. По договору коммерческого найма, предлагаемые муниципалитетом. Кроме этого, в скором времени территорию планируют благоустроить, сохранив при этом то, что было посажено жильцами карьера. Деревья, кусты, ягоды. А также сделают пешеходную зону со скамейками. В рамках социального партнерства идет строительство ресторана. Рядом будет обустроена терраса. Мы одна большая дружная семья. И мне кажется, сегодня юбилей каждой вот той семьи, которая здесь присутствует, в рамках одной большой дружной семьи, которая объединилась под названием одной большой организации, организация многодетных родителей. И вы знаете, если возраст организации можно исчислять годами, то те достижения, заслуги, тот вклад, который вы сделали за эти годы, я не знаю, как оценить. Мне кажется, это безгранично. Это неоценимо. И пускай меняются эпохи, пускай меняется время, но остается ценным эта любовь, доверие, взаимопонимание и, конечно, семейные ценности. В библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина Магаданская областная общественная организация многодетных родителей отметила 15-летний юбилей. На сегодняшний день там зарегистрировано более 80 семей, а всего это более 300 человек. На торжественное событие были приглашены семьи, их друзья, близкие, а также представители власти. Мэр областного центра Юрий Гришан пришел поздравить всех присутствующих со знаменательной датой. Также городоначальник вручил руководителю организации поздравительный адрес, денежный сертификат и букет цветов. Мы хоть и областная организация, но я понимаю, что сегодня в этом зале присутствуют прежде всего семьи из города Магадан, которыми я очень горжусь. Я хочу вам сказать, что не только здесь являются активными членами общественной организации, но все лица я знаю, все мероприятия, которые проходят в городе, они проходят, конечно, с участием вашей общественной организации. Те, кто сегодня в этом зале, это наиболее активная часть, ну, в том числе и педагогической общественности города Магадана. Без них никак. В целях развития и популяризации добровольческого движения в областном центре управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана объявляет о старте конкурса «Доброволец года». Он проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами проведения конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. Прием заявок продолжается до 15 ноября по адресу улица Горького, 16, кабинет 415. Затем с 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. Из 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемоний награждения. К участию принимаются молодые люди от 14 до 35 лет, добровольческие отряды и руководители любых волонтерских объединений, действующих на территории Магадана. Также за справочной информацией можно обратиться по телефону 200-733. Субтитры создавал DimaTorzok